Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. Сегодня я предлагаю Вам связать самую крутую шапку из самой классной пряжи. Недавно я показывала Вам распаковку пряжи из Китая, которая называется Пухнорки. Я знаю, что эта пряжа довольно популярна в кругу вязальщиц. По крайней мере весь Инстаграм вяжет из нее и восхищается. Кто уже купил эту пряжу, пишите свои отзывы в комментариях. А кто еще думает, досматривайте этот мастер класс и переходите по ссылке внизу за пряжей. Итак, давайте начинать. Вязать мы будем в две нити, поэтому нам понадобится два мотка. Кстати, посмотрите, как можно удобно расположить весь проект в корзинке из трикотажной пряжи. Мотки уверенно стоят на своих местах, они катаются по всему дому. Здесь же расположились две катушки с дополнительной ниточкой, которая продается вместе с пряжей. Такой организованный проект легко будет переносить с места на место. И даже если Вы оставите его в центре гостиной, это не будет выглядеть как разбросанное вязание. Нитки я советую аккуратно достать из центра моточков, так будет удобнее. Вот видите, нити свободно тянутся, а клубочки остаются неподвижными. И теперь давайте скажу пару слов о пряже. Брала я ее на Алиэкспресс. Вот так выглядит сам моточек пряжи. Он толстенький и очень мягкий. В нем 50 грамм и 350 метров. На этикетке только китайские иероглифы, из чего состоит не подскажу. Надеюсь, что 85% это тот пух норки, а 15% это нить основы. Номер цвета 01. В комментариях под видео, где я показывала эту пряжу, мне писали, что это не норка, а кролик или ангорка. Вы знаете, мне все равно, я вижу, какая она классная и даже скажу больше, я в нее просто влюбилась. Как всегда, в начале работы вяжем образец и проводим с ним ВТО. Вам нужно попасть в мою плотность, либо сделать расчеты самостоятельно. Вот так выглядит лицевая гладь, все петли ложатся ровно и посмотрите, как она пушится. Я вязала спицами номер 5 и моя плотность 1,9 петли и 2,6 ряда. Еще нам понадобятся маркеры, желательно, чтобы они были разных цветов, потом поймете почему. Для набора нужна будет нить контрастного цвета. Как я уже сказала, основная часть работы будет выполняться спицами 5 мм. на леске 40 см. и еще мы будем использовать спицы меньшего размера, чтобы шапочка в основании не растянулась, как колокольчик. Я возьму размер 4 мм. Кстати, много вопросов было про дополнительную нить. Вяжем в две нити плюс две дополнительные. Можно использовать одну дополнительную, но без нее вязать не стоит, потому что Ваше изделие не будет держать форму. Итак, на экране Вы видите расчеты. Вначале идет моя плотность, в которую Вы должны попасть, а дальше сам расчет. 1,9 петли умножаем на обхват головы 55 см, получается 104 петли. И из полученного результата вычитаем 15%. Итого нам нужно набрать 88 петель. Начинаем вязать. И сейчас я Вам покажу, как делается набор с открытым краем, чтобы связать двойную шапку без швов. Берем контрастную нить и крючок побольше, у меня номер 5. Вяжем цепочку из воздушных петель. И нам нужно провязать больше, чем 88 петель, которые у нас получились по расчетам. Когда цепочка будет готова, обрезаем нить и завязываем узелок. Теперь смотрите, с одной стороны цепочки мы видим косички, а с другой бугорки, вот эти бугорки нам надо поднять на спицы. Берем спицы меньшего размера и поднимаем эти петли на спицу. Отсчитываем 88 петель. Теперь берем основную нить, подводим ее к работе и начинаем вязать первый ряд. Пока будете вязать его, можете еще раз пересчитать петли. На мой взгляд, это самый простой способ набора петель с открытым краем. Когда первый ряд у вас будет готов, проверьте, чтобы все петли смотрели в одну сторону. Дальше мы будем вязать по кругу и нам не нужно, чтобы вязание перекрутилось. Продвигаем последние петли к краю спицы, можно пока вытянуть леску наружу и начинаем вязать второй ряд. Тут не нужно делать никаких соединений, просто продолжаем вязать. Хвостик нити придерживайте, чтобы первая петля не вытянулась. Так вяжем несколько рядов. Смотрите сами, по своим ощущениям 5 или 10 рядов у вас будет. Это место будет немного плотнее, вместо резинки. Затем переходим на основные спицы. Я провязала 5 рядов и сейчас сменю спицы на пятый номер. Очень удобно это делать, когда есть набор спиц. Я теперь даже не представляю, как я раньше жила без набора. Сначала меняем одну спицу, потому что петли мелкие, на большую спицу не наденутся. Провяжу этот ряд и поменяю вторую. Теперь вяжем ту высоту, которая подойдет именно Вам. Я буду вязать шапку с отворотом, может быть Вы не захотите, чтобы у шапки был отворот, поэтому называть конкретную высоту шапки не буду. Когда будет достигнута необходимая высота, нам понадобятся маркеры, чтобы разделить петли для убавок. Спереди и сзади нужно оставить по 16 петель, а по бокам по 28 петель. И, кстати, если Вы не уверены, что провязали нужную высоту, не переживайте, пока мы будем вязать вторую сторону шапки, Вы сможете эту высоту скорректировать. Один маркер нам понадобится в начале ряда, чтобы Вы точно могли знать, где и что Вы вяжете. Отсчитываем в одну сторону от маркера 8 петель и ставим маркер. Затем другую сторону отсчитываем 8 петель и ставим второй маркер. И желательно, чтобы эти два маркера были одинакового цвета. Так Вы будете знать, что это задняя сторона шапки. Дальше с двух сторон отсчитываем по 28 петель и выделяем переднюю часть шапки, только пусть они будут другого цвета. И теперь, когда мы все пометили разными цветами, нам будет понятно, где и какую убавку делать. У правого маркера будет убавка с наклоном вправо, а у левого с наклоном влево. Начинаем вязать и провязываем 8 петель до маркера. Кстати, те 16 петель спереди и сзади, которые мы выделили, у нас не будут меняться. Уменьшаться будут только петли по бокам шапки. И вот мы дошли до убавки. Первую петлю снимаем на правую спицу и переворачиваем. Следующую петлю провязываем и первую петлю перекидываем через второй. В итоге у нас получился наклон влево. Надеваем обратно маркер и вяжем боковые петли. Довязали до правого маркера передней части и нам немного мешает маркера. Мы его снимаем и переодеваем на правую спицу, а две петли провязываем вместе, тем самым у нас получается наклон вправо. Вяжем до левого маркера. И здесь снова делаем убавку с наклоном влево. Переснимаем петлю так, чтобы она перевернулась. Маркер пока снимаем. Следующую петлю провязываем и надеваем на нее первую петлю. У нас получился наклон влево. Снова надеваем маркер и вяжем боковые петли. И вот мы дошли до последнего маркера в ряду. Это у нас правый маркер задней части. Следовательно делаем убавку с наклоном вправо, провязывая две петли вместе. Маркер возвращаем на место и довязываем ряд. В конце каждого ряда проверяйте себя, пересчитывайте петли между маркерами. Вот видите, я уже не туда повесила маркер. В этом месте всегда должно оставаться по 16 петель. И между передними маркерами не забудьте проверить петли. Здесь все правильно. Следующий ряд вяжем без убавок. Все петли провязываем по кругу, маркер просто переснимаем, а убавки не делаем. То есть убавки у нас будут провязываться через ряд. И вот так у Вас должно получаться. Передняя и задняя часть ровно поднимаются вверх, а боковые петли постепенно уменьшаются и как будто наклоняются к центру. В этом месте петель уже становится мало и леска для такого количества велика, поэтому вытаскивайте ее по ходу вязания и передвигайте петли так, чтобы Вам было удобно. Когда совсем останется мало петель и вязать станет неудобно, можно взять вторые спицы такого же размера и вязать на двух, чередуя их. Итак, все убавки сделаны и на спицах осталось 32 петли. Вы помните, что должно быть по 16 петель спереди и сзади. Самый простой способ закрыть макушку, это провязать два ряда по две петли вместе и оставшиеся петли стянуть, но я предлагаю сделать в этом месте невидимый ряд. Берем иголку, оставляем небольшое количество нити, чтобы нам хватило на шов, обрезаем и вставляем хвостик в иголку. Вязание надо остановить так, чтобы передние петли и задние петли были надеты на разные спицы. Сшивать эти две стороны мы будем трикотажным швом по открытым лицевым петлям. И сейчас на экране Вы видите схему выполнения этого шва. Иголка должна проходить за один раз две петли. И в каждую петлю получается иголка заходит по два раза. И теперь показываю, как это выглядит на практике. Шов этот потребует от Вас особой внимательности, Вы должны видеть отчетливо, из какой петли у Вас вышла игла в предыдущем стежке, чтобы зайти снова в эту же петельку. И обратите внимание, в первую петлю игла заходит сверху вниз относительно полотна, а во вторую снизу вверх. На противоположной стороне точно так же, в первую петлю сверху, во вторую снизу. Так продолжаем дальше, пока все петли не закроются. Ну и конечно же, к концу ряда у Вас должно все сойтись, никаких лишних петель остаться не должно, так как у Вас было одинаковое количество с обеих сторон. В итоге у Вас должно получиться вот так, шва не видно совершенно. Теперь выводим иголку наизнанку и закрепляем там нить. Если Вам не нужна двойная шапка, Вы можете сделать набор обыкновенным способом и на данном этапе остановиться, Ваша шапка готова. А мы будем продолжать дальше и свяжем двойную очень теплую шапульку. Для этого распускаем узелок косички, которую мы набирали дополнительной нитью. И сейчас мы будем потихоньку распускать петли косички и поднимать открытые петельки, которые мы вязали в первом ряду. Этот край я также начну вязать более тонкими спицами, через несколько рядов поменяю их на основной размер. Аккуратно по одной петельке распускаем косичку и подхватываем петли шапки на спицы. Будьте внимательны, в конце ряда советую петли пересчитать, у Вас должно получиться то же самое количество петель, которое Вы набирали в начале. Когда все петли будут на спицах, берем новую нить и привязываем ее к начальному хвостику. Я просто делаю узелок и оставляю его на изнаночной стороне шапки. Теперь продолжаем вязать дальше, в завершении делаем убавки и заканчиваем макушку трикотажным швом. Как я уже сказала, с длиной Вы определяетесь сами. Чем хороша эта модель шапки, во время вязания Вы можете ее примерять и уже в процессе определиться, какая длина Вам нужна. С отворотом Вы хотите шапку или без. И еще один важный момент. Во время поднятия петли могли перекрутиться и встать на спицы не той стороной, которой Вы привыкли вязать. И здесь не важно, за переднюю Вы стенку вяжете или за заднюю, чтобы петли не перекрутились, смотрите на ту стенку, которая находится справа, за нее и вяжите. И тогда Ваши петли всегда будут вставать правильно. Например, я вяжу за переднюю стенку и если я за нее сейчас буду вязать, то петли перевернутся. Или наоборот, Вы вяжете за заднюю стенку, а петля встала вот так, если вязать так, как Вы привыкли, петля перевернется. Поэтому выкидывайте из головы передняя или задняя стенка, вяжем за правую. И вот такая обалденная шапка получилась у меня. Она невероятно мягкая и пушистая. И посмотрите, на всей шапке нет ни единого шва. Все хвостики и узелки остались на изнаночной стороне внутри шапки. На мою шапку ушло два мотка. Вот это все, что осталось. И теперь скажу Вам размер моей шапки. У меня получилось 66 см. Вязала я ее с большим отворотом. Вот так складывается моя шапка. Внутри выравниваем макушку и делаем отворот. Вы не представляете, какая она уютная и теплая. От пряжи я просто в восторге. Правда, есть один минус, во время вязания пух немного облетает. В изделии уже такого нет. Сейчас я ее пойду постираю и думаю, она еще больше распушится. Смотрите, как я и подозревала, после стирки шапка стала еще мягче и пушистей. Петельки выглядят еще ровнее, они как будто расправились. Руки сейчас находятся в шапке и это какое-то блаженство, как будто в норковую шубу укутались. Смотрите, я специально в кадр поставила свой ноутбук, чтобы показать Вам на черном фоне, как распушился ворс после стирки. Видите, какой он длинный? Шапка получилась необыкновенная. Что? Вы еще не заказали для себя любимой эту пряжу? Скорее переходите по ссылке и без сомнений заказывайте ее. А у меня на сегодня все, жду от Вас лайки и комментарии. С Вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока, пока.